Спасибо, добрый вечер. Я очень рад вас видеть сегодня и благодарен организаторам за то, что они предоставили такую возможность выступить и рассказать вам. Действительно, я коротко скажу вначале о себе. Я архитектор по образованию, заканчивал Московский архитектурный институт, городостроитель, кафедру городостроительства. Занимался очень много разными практическими проектами. У меня была частная практика и был опыт работы в государственных структурах, в правительстве Московской области. В настоящее время я работаю в высшей школе экономики. Там есть такая высшая школа урбанистики, заведующая лабораторией. И во многом занимаюсь преподавательской деятельностью. Веду разные занятия у студентов. И поэтому свое выступление я хотел начать немножко в академическом ключе. Мы сегодня будем говорить о городостроительстве и как городостроительство перешло к урбанистике. Для этого нам нужно немножко вспомнить историю вопроса. Дело в том, что данный вид деятельности не всегда назывался городостроительством. Для нас слово «градостроительство» абсолютно привычное и кажется абсолютно понятное. Но тем не менее, каких-то там сто с лишним лет назад эта деятельность называлась по-другому. И это было либо городское дело, либо благоустройство городов. И в современном языке словом «благоустройство» мы совершенно другое используем понятие, пользуемся в другом смысле. А городостроительство пришло на смену этим двум понятиям. В Советском Союзе городостроительство традиционно подразумевалось как часть архитектурной деятельности, как некое подразделение архитектурной практики. И фактически, как и вся архитектура, отвечала за физическое планирование и проектирование объекта. Пусть даже очень-очень больших, но тем не менее объекта. Это абсолютно не соответствует международной практике, об этом я буду дальше говорить. Но для того, чтобы нам прийти к сегодняшний день, хотелось бы разобраться, как получилось так, что возникло само слово «градостроительство», которое носит явный оттенок связи этой деятельности со строительством. Тем самым подразумевая, что городостроительство – часть большой строительной индустрии. Дело в том, что в 30-е годы в Советский Союз была приглашена группа немецких архитекторов под руководством РЦТ Майя. К тому времени руководство СССР уже вывело всех тех городских инженеров, которые бы могли заниматься подобными вопросами. И для строительства новых городов – это соцгорода – должны были быть специалисты, которые в состоянии охватить такую проблему. И эта группа архитекторов между собой подобную деятельность – у меня с немецким все плохо, я с английским пытаюсь разбираться – штатенбаум. И этот немецкий термин перешел в русский язык, трансформировался как строительство городов, превратившись в градостроительство. Дело в том, что то, чем занимались немецкие специалисты в этот период, это действительно было строительство городов с нуля. То есть это фактически и в прямом смысле обозначало тот род деятельности. Как мы понимаем, во всем мире это пользуется совершенно другим термином – urban planning, и ничего общего с градостроительством не имеет. С томим термином – градостроительство. Естественно, что в дальнейший период вот эта идеология, что это часть архитектурной деятельности получила свое максимальное развитие, и в 60-е годы мы строили замечательные новые города. Дело в том, что вообще традиция строительства городов с нуля у нас гигантская. Никто, наверное, в мире такое количество в 20 веке городов с нуля не строил, как строилось в СССР. И, естественно, эти проекты осуществляли архитекторы. Ни о каких градостроителях речи не шло. Это архитекторы, которые предполагаются, что они осуществляли какое-то планирование, замысел. Но хочу подчеркнуть, что на самом деле архитекторы были скорее инструментом реализации другого планирования. То есть само в Urban Planning, само планирование, оно имеет другой корень. Оно имеет природу социально-экономического планирования. И это социально-экономическое планирование, естественно, осуществлялось совсем в других головах, не в головах архитекторов. Существовала такая замечательная структура, как Госплан, которая ввела стратегическое планирование, пятилетние планы. И хочу обратить внимание, что помимо федерального уровня, ну или там общего, были еще и городские плановые комиссии. И могу сказать, что это и есть тот прототип градостроительной планировочной деятельности, который сейчас реализуется. Один из таких ярких тоже примеров, город, генплан города Припяти, понятно, что не архитекторы приняли решение о строительстве этого города. То есть это был предмет реализации других планов, прежде всего экономических планов развития. Что же нас не устраивает в этой части истории? Здесь приведена цитата Александра Аркадьевича Высаковского, одного из основоположников современного представления, по крайней мере в России, о Urban Planning и основателя Высшей школы урбанистики, которые имеют сейчас его имя. И здесь четко сказано о тех недостатках, которые мы сейчас видим в этой части. Это прежде всего отношение к тем людям, которые живут на этой территории, как к некому населению, под которым подразумеваются усредненные показатели. И тем самым вот эта вся психология усредненного нормирования потребностей этих людей, она как раз и является тем негативным наследием, которое мы сейчас воспринимаем как отрицательный опыт. И естественно, что в современной истории, в новейшей истории нам предстояло это все преодолеть. В то время как СССР жило по плановой экономике и с планированием у нас все было хорошо, а с отношением к человеку было не так хорошо, то понятно, что западные города развивались совершенно в другой логике. И те проблемы, с которыми они столкнулись в своем развитии, были заметны и подтолкнули, собственно говоря, и к появлению урбанистических идей. Потому что те вызовы, с которыми предстояло решать, в том числе и американским городам, они, собственно говоря, и спровоцировали появление урбанистики как особого направления знаний и деятельности даже. На самом деле, одной из ключевой фигур, которая повлияла на всю урбанистическую мысль уже конца второй половины XX века, это Джейн Джекобс. Условно говоря, кто-то ее в шутку называет бабушкой современного урбанизма. Здесь приведены три ее самые известные книги. Верхняя жизнь и смерть больших американских городов. Все три на сегодняшний момент переведены на русский язык. Вживую вы их, скорее всего, не найдете, потому что они стали бестселлерами, они вышли маленькими тиражами. Но точно, что в интернете, в электронном виде вы их сможете найти и при желании прочитать. И я могу сказать, что несмотря на то, что жизнь и смерть больших американских городов написано в самом начале 60-х, я помню, 62-й, 65-й год примерно, она сейчас считается абсолютно современной. И те проблемы, которые Джейн Джекобс выявила и указала, они абсолютно актуальны. Те закономерности, которые она описывает, абсолютно актуальны. Точно, что для наших городов, для наших и ваших городов, возможно, что американцы прошли часть пути преодоления проблем за последние 60 с лишним лет. Вот нам, конечно, все это предстоит. И фотография, это, собственно говоря, одна из первых зафиксированных активностей населения. Это демонстрация против строительства в Нью-Йорке. И тем самым я хочу подчеркнуть, что урбанистика развивалась как, безусловно, направление, связанное с активностью населения в решении городских вопросов. Ну и надо отметить, что сама Джейн Джекобс, конечно, не была никаким архитектором. Это, скорее, социолог. И вся американская культура урбанистическая, она, в общем, родилась на стыке социологии и городской экономики. Архитектура там, конечно, прилагательная и стоит далеко не на первом месте. Я немножко упомяну градостроительный кодекс, не буду вас мучить деталями. Хотя я считаю, что градостроительный кодекс Российской Федерации, это, конечно, очень важный и фундаментальный документ, который описывает не только техническую сторону аспекта градостроительной деятельности, но и изложил массу идеологических основ по своей широте охвата вопросов и по своему каким-то базовым, что ли, подходам. Надо сказать, что до этого существовал первый градостроительный кодекс в России, который был в 90-е написан. И иногда вы можете встретить до сих пор, несмотря на то, что прошло уже 12 лет, с момента принятия иногда в русском языке проскакивает новый градостроительный кодекс. Это действует сейчас. Есть закон об архитектурной деятельности, который совершенно не работает, и это такой мертвый документ. В градостроительный кодекс очень часто вносятся изменения. Вот справа вы видите, как сейчас выглядит первая страница этого документа. И вот этот столбик с цифрами – это перечисление всех тех законов, которые внесли в него изменения. За 12 лет 106 раз внесены изменения в текст градостроительного кодекса. То есть в среднем 8 раз в году, в среднем примерно раз в полтора месяца. Это говорит о том, насколько градостроительный кодекс активно влияет на реальную жизнь, реальную деятельность, насколько к нему привлечено внимание законодателей. К сожалению, это очень сильно усложняет практическую жизнь тех, кто работает по нему, потому что приходится иногда начинать по одному закону, так сказать, в одной редакции закона, а завершать свою работу и свой проект совершенно другой, что накладывает огромные проблемы и трудности. Надо сказать, что появление градостроительного кодекса – это приближение, по крайней мере, в правовом поле России к международным стандартам. И те авторы, которые его писали, Высоковский один из этих авторов, они закладывали международный опыт в этот документ. И очень много вошло американских принципов ведения градостроительной деятельности, попало в текст градостроительного кодекса. Огромный блок, связанный с зонированием территории – это в основе переработанные материалы, переработанные принципы американского зонирования. И в этом смысле градостроительный кодекс и подвел, собственно говоря, ситуацию к тому, чтобы урбан пленнинг, в том виде, в котором он существует во всем мире, пытался внедриться. Это попытка внедрения этой международной практики в Россию. В этом смысле авторами градостроительного кодекса чувствовалось, у них было отторжение слова «градостроительство». И на протяжении нескольких лет, последних лет десяти, попытка уйти от этого строительного начала и перейти в другую логику, вы опять-таки можете встретить, иногда встречается слово «градоустройство», которое не прижилось активно, не прижилось как юридическое понятие, но среди профессионалов достаточно активно используется и обозначает, собственно говоря, переход на новые рельсы развития этого направления. В чем новация? Прежде всего, это то, что это синтез многих дисциплин, это синтез задач городского управления, это не только сами объекты, но и более сложные процессы, связанные с средой обитания человека, которые необходимо решать, то есть социальными и прочими аспектами. В этом смысле нужно упомянуть, что такое терминологическое сопоставление. Если в советский период мы активно пользовались словом «градостроитель», международная организация, члены которой здесь находятся в первом ряду, пользуются термином «планировщик» как обозначение деятельности по планированию городов и территорий, все больше и больше в обиход входит урбанист, как, условно говоря, синтез социологии, экономических, культурологических знаний, которые используются при анализе города. Тем самым, то, что я упомянул, это такой синтез управленческий, проектный и научный деятельности. Вот здесь более подробно как бы развернуто, из чего это состоит. У нас не та презентация. Я загрузил не ту презентацию. Можем мы поменять презентацию? Наверное, я прошу прощения. Мы сейчас быстро перебросимся на другую презентацию, иначе мы потеряем отдельный блок лекции. Две презентации с очень похожим названием. Я прошу прощения у всех. Мы сейчас быстро-быстро-быстро загружим. Мышки не работают. Дело в том, что иначе мы потеряем блок про современные практики. Это вот то, что бывает, когда на флешке много всего. Это вот то, что бывает. Так, а как нам наполнить? И там просмотр. Да. Про все-таки градостроительную деятельность, надо сказать, как она определена в Градкодексе. Она гораздо шире, чем узкая планировочная деятельность. Она сейчас подразумевает под собой и территориальное планирование, и градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование. Базовые принципы вы видите на экране. Я их не стал все перечислять, которые в Кодексе используются. Хочу только отметить, что участие граждан и объединение вошло в закон как обязательная часть этой деятельности. И в этом смысле вся международная практика лучше отразилась в законодательстве. Основные блоки, то, что у нас входит в градостроительную деятельность, это территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территорий, и архитектурно-строительное проектирование стоит особняком. В силу краскости времени я не буду подробно рассказывать про градостроительное зонирование. Могу одно сказать, что мое пребывание последних несколько дней показало, что одно из основных отличий российского законодательства и, соответственно, логики, как эта деятельность разворачивается, это наличие как раз градостроительного зонирования. Ближайший иностранный аналог выражается одним словом, это зонинг. Опыт американского зонинга больше 100 лет. В прошлом году первое зонирование Нью-Йорка отмечало 100-летие, и это отдельный вид документов, регламентирующих всю застройку, характер строительной деятельности. А в Москве только в этом году были приняты первые правила землепользования и застройки, которые, собственно говоря, и соответствуют американскому зонированию. Мне бы хотелось не останавливаться долго на законодательстве, понимаю, что вам это не очень интересно, перейти к низким смертным вопросам. Дело в том, что, как бы подробно не было описано законодательство, оно не охватывает всех тех проблем, которые есть в городе и которые необходимо решать. При том, что город-кодекс построен по принципу очень-очень детального и подробного описания, тем не менее, вопросы городской среды оказались то, что я называю в серой зоне системы оградорегулирования. И это было понятно и очевидно участникам процесса, в том числе первым тут, конечно, была Москва, которая чувствовала, что ни генеральный план, ни другие документы не могут определить всего того объема проблем, которые определяют вид города. И первое, на что было направлено усилие, это генеральный элементацию внешнего вида зданий, в том числе размещения на вылесах. И это был первый шаг, в общем-то, как бы, на мой взгляд, от чисто градостроительных задач к той урбанистике, о которой я дальше буду говорить. Тем самым, вот, был подготовлен нормативный документ, объясняющий, как должны размещаться вывески, и справа вы видите, что было до и что стало после. То есть, это деятельность, которая напрямую связана с городом, но не является смежной с классическим градостроительством. Фактически, это как раз первый шаг в сторону урбанистики. Дальше пришло понимание, что помимо внешнего вида, нужно внимательно относиться к улицам, как к некому сложному организму, с многими разными функциями. Опять-таки, Москва тут была лидером в стране, и был разработан такой сводный стандарт благоустройства улиц Москвы, в котором появилось огромное количество разных новаций. Собственно говоря, справа на картинке, это одна из условных, все улицы Москвы были разбиты на несколько типов, и это один из типов улиц. Очень внимательное отношение к велосипедному движению, выделение велосипедного движения в рамках проезжей части в отдельную полосу. Хотя сейчас в Москве можно еще встретить, когда это выделено в рамках тротуара, но тоже физически в отдельную полосу. Обычно другие материалы используются, если это в рамках тротуара. Но все больше и больше мы переносим велосипедное движение на проезжую часть. Это поднятые пешеходные переходы на улицах определенной категории. Соответственно, это тоже сейчас в Минске уже, я видел, применяются. Это все те меры, которые говорят о внимательном отношении к тому, как формируется городская среда. Осознание, что это необходимо предпринимать на государственном уровне, вылилось в том, что в прошлом году был принят приоритетный проект на государственном уровне. Формирование комфортной городской среды, где были сформулированы основные принципы отношения к этому. Это не носит форму закона, но по степени важности соотносимо с законом. И фактически сейчас в России очень активно занимаются не столько вопросами территориального планирования и какими-то такими глобальными проектами. Основная тенденция это переход от глобального к прикладным вопросам, к вопросам на уровне двора, улицы и так далее. И здесь выданут был на передний план открытое обсуждение всех вопросов, доступность информации и отбор территорий, которые бы влияли на комплексное развитие, обеспечивающие экономический и социальный эффект. На фотографиях, правда, здесь представлен пример московского благоустройства, но дальше я буду говорить, как это происходит в других городах. Хочу обратить внимание, что не ограничиваются только улицы и дворами. Здесь уже пошли дальше инфраструктура спорта, отдыха, поддержка уличной торговли. Это очень важно с точки зрения именно городского развития. В этом проявляется такая урбанистическая сущность этого проекта, в том числе создание инструментов софинансирования проектов. Именно этот документ послужил толчком к активному внедрению соучаствующего проектирования. И если раньше этим термином пользовалась узкая группа специалистов, в пределах, я не знаю, максимум сотни человек, или там полутора сотен, то теперь об этом уже говорится на государственном уровне. Это фактически становится государственной программой. Партиципаторное планирование уже знают в разных регионах. И построены рекомендации, как обеспечить вовлечение жителей в принятие решений по тем или иным вопросам. И если в рамках градостроительной деятельности это прописано, но сталкивается с колоссальными проблемами в реализации, я могу из своего опыта сказать, что обсуждение генерального плана с жителями очень часто приводит скорее к тяжелым последствиям, чем к позитивным. Обсуждение планировки территории, каких-то сложных планировочных решений тоже вызывает масса нареканий. То как раз вот это направление, связанное с прежде всего парковыми территориями, репетиционными, оно понятно людям и находит соответствующие водки. И хочу сказать, что вот здесь как раз уже фотографии я показываю не в московской практике, а это регионы. Слева это Татарстан, справа тоже какой-то регион, по-моему, Вологда. И это говорит о том, что на разных уровнях, с участием разных совершенно групп населения, это можно обеспечить, если будет желание на том. То есть при наличии желания и некой хотя бы формальной поддержки властей, если они этому не препятствуют, то это достаточно легко получается на уровне, связанных с проектами благоустройства. Надо сказать, что вся эта тематика по соучаствующему проектированию, мне очень приятно сказать, что это пошло в основном от использования опыта одной из проектных групп, проектная группа 8, это ее такое, ну это фактически архитектурное бюро, при этом это отнюдь не западноевропейское и даже не столица, это вот как раз люди, которые начали все это делать в Вологде, но их Татарстан пригласил в дальнейшем к себе, то есть для того, чтобы в Татарстане до формирования на федеральном, на государственном уровне приоритетного проекта, до этого Татарстан три года реализовывал программу создания парков и других общественных пространств, им нужна была такая группа, которая бы запустила, такая группа, которая бы сработала катализатором этого процесса, и они нашли людей, молодых людей, имеющих опыт подобной деятельности в Вологодской области, пригласили в Татарстан, и в Татарстане это приняло более широкий размах, чем в Вологде, но Татарстан просто их количество городов больше, чем в Вологодской области, и за три года это было больше 30 городов, в которых они это применили, и это уже стало массовым. И опыт как раз Татарстана был обобщен на государственном уровне, и те методические рекомендации, которые российский Минстрой подготовил по механизмам вовлечения населения в решение этих всех вопросов, это как раз на опыте Татарстана, в котором, который сформировали ребята из Вологды. И мне это очень приятно говорить, потому что я считаю, что это прекрасно, когда такая, ну, Вологда не самая яркая, не самая известная до этого была, была региона Российской Федерации, который родил таких энергичных и очень талантливых ребят, которые теперь свой опыт переносят на всю страну. Как пример такой вот продвижения урбанистических идей, один из самых лучших. Еще один опыт урбанистических практик, это низовое движение, которое зародилось в Самаре несколько лет назад. Связано это движение было с приведением в порядок, сохранением старой застройки. Это застройка конца 19-го, начала 20-го века. В Самаре, если конкретно говорить, это деревянная застройка. И это фактически такое, ну, условно можно назвать субботник. Они придумали, на мой взгляд, прекрасное название, Tom Sawyer Fest, потому что началось все с того, что людей приглашали, им выдавали кисточки, краску, и можно было самим покрасить фасад. Но движение получило размах. На самом деле сейчас это 11 городов, слева они перечислены, это очень разные города, и крупные, большие города, там, миллионники, и маленькие, совершенно крошечные, то есть очень-очень разные. И главное, что в прошлом году они получили грант президента Российской Федерации, и за счет этого гранта уже распространяется вот эта практика низового движения дальше и дальше. Про это мы уже с вами поговорили. Про то, что мы, это как раз вот то, что я вам рассказываю, подтверждает переход от градостроительства к новым принципам. И эти новые принципы реализованы и продвигаются на базе высшей школы Банис, которую я представляю, которая была открыта в высшей школе экономики. И я считаю, что это абсолютно такой символический ход, потому что до этого все градостроительные школы в бывшем Советском Союзе открывались на базе архитектурных вузов. И все абсолютно носят следы вот такого природной травмы рождения как некий отпечаток архитектурного образования. Высшая школа экономика создавала это направление с нуля за счет того, что университет пользуется, ну, некоторыми привилегиями. Это университет имеет прямое подчинение правительству Российской Федерации, может создавать свои собственные образовательные стандарты, образовательные программы. Нам не нужно их согласовывать с Министерством образования Российской Федерации. Поэтому программу для высшей школы урбанистики как раз составлял Александр Аркадьевич Высаковский, который писал одну из наиболее интересных глав градостроительного кодекса, связанную с использованием опыта зонирования в США и как это можно применить в России. В этом смысле наша вся программа не опирается на архитектурное образование. Она как раз преследует принципы синтеза разных смежных профессий. И в полном смысле урбанистика, можно говорить, если английским термином пользоваться, то это urban studies and urban planning. То есть вот это сочетание исследовательских функций и работы проектировщика, формировщика. Именно на это нацелена вся образовательная деятельность высшей школы урбанистики. Она открыта была в 2011 году. Соответственно, в этом году был пятый выпуск магистров. У нас только магистрская программа, о которой я немножко сейчас скажу. Собственно говоря, нацелено это на, как я уже сказал, определенный синтез, дисциплин. Достаточно много городской экономики, вопросов управления городом. Изначально, собственно говоря, таким первым истоком, из которого она рождалась, это скорее задача подготовки управленческих кадров для города. И дальше она трансформировалась в урбанистику. Но родильная травма все равно наложена на всю урбанистику в том смысле, что в дипломе будет написан магистр градостроительства. То есть поскольку урбанистика не признана как отдельный вид знаний, то пока все еще градостроительство нас преследует. И в документах это пишется как градостроительство, а соответственно на английском языке как урбан-пленинг. На сегодняшний момент у нас три магистрских программы. Одна из них на русском языке, а две на английском полностью. Та, которая на русском языке и называется управление пространственным развитием городов. Еще раз подчеркиваю, что вас может напугать, что в названии указано слово управление как базовое, но на самом деле это была попытка отказаться от того архитектурного наследия, отпечаток которого лежит на всех остальных образовательных программах, я уверен, на всей территории постсоветского пространства. То есть вот это оттолкнуться и создать что-то новое. Когда была поставлена задача оттолкнуться и создать что-то новое, ближайшее, что было найдено, это проблематика управления. А сам Александр Аркадьевич Высаковский, который первый декан и создатель этого направления, вот он тут на фотографии, он, к сожалению, недавно ушел из жизни, он был по образованию архитектор. Более того, он один из авторов советского СНИПа градостроительства. Так что человек, прекрасно знающий все основы советского градостроительства, он на своей практической жизни осознал, что нужно от этого уйти и прийти к чему-то новому. Вот жизнь этого человека показала, что можно выйти из прокурсового ложа градостроительства и прийти к урбанистике. Правда, ценой смена некоторых понятий, в том числе и некоторый определенный крен в сторону управленческих задач. На фотографии, это позапрошлый год, слева новый декан высшей школы урбанистики Новиков Алексей Викторович, он по образованию эконом-географ, он закончил МГУ. Справа наш ректор, и поскольку это было открытие одновременно, это была выдача дипломов и открытие мемориальной аудитории памяти Александра Аркадьевича Высаковского, там на фоне портрета первого декана, судно говоря, выдавались дипломы того года. Я упомянул, что у нас несколько магистрских программ. Вторая магистрская программа, которая возникла на нашей базе, это называется передовые практики городского проектирования. Уже чувствуете уклон, то есть от управления мы уходим в сторону проектирования, но сначала мы ушли к смежным вопросам, чтобы потом обратно вернуться к проектированию. Английское название Advanced Urban Design. Это фактически образовательная программа института стрелки. Стрелка носит две формы. Есть КБ, которые я сегодня упоминал в виде стандарта улиц, который я показывал частично. Это образовательная организация, институт стрелка, которая несколько лет вела разного рода программы образовательные. В результате стрелка пришла к тому, что в полной мере ее возможностей не хватает для реализации полноценной образовательной, ну, магистрской программы. И было принято решение перенести это на платформу Высшей школы урбанистики. Это, к сожалению, полностью англоязычная программа. Соответственно, все образование ведется на английском языке. В нем достаточно активно участвуют иностранные педагоги. Надо сказать, что в нашей базовой управлении пространственным развитием имеются лекции приглашенных преподавателей, но они носят скорее в разделе необязательных дисциплин, то есть по желанию студентов. А здесь полностью образование ведется на английском языке. И аудитория, соответственно, тоже смешанная. На самом деле российские студенты там составляют меньше 50%. Там достаточно много иностранных студентов учатся у нас. Была создана достаточно интересная лаборатория, которая прямо в самом центре Москвы. Мы вообще, надо сказать, находимся на Мясинской. 20-й, это основное наше здание. Это, ну, я не знаю, в 15-20 минутах ходьбы от Кремля, ну, 20 минут точно можно дойти, 15 напряженных. То есть это самый центр Москвы. Если кто-то так попытает себе представить, недалеко там, условно говоря, от детского мира, такой ориентир. Была открыта Шухов Лаб. Мы дали такое название, лаборатория. Дело в том, что при... Это была просто обыкновенная учебная лаборатория, где читались лекции в высшей школе экономики. Она была передана в школу урбанистики. Было изменено дизайн этого помещения. Мы расчистили тоже все поздние областования. Понятно, что потолок был не такой, а типичный подвесной потолок советский был. Мы все это превратили в такой интересный вид. И выяснилось, что действительно Шухов в период проектирования Шуховской башни какое-то время имел мастерскую в этом здании. Мы не уверены, что он прямо в этом помещении находился. Более того, я даже считаю, что он не находился в этом помещении, потому что мне кажется, что это до революции был скорее магазин. Потому что там большие витрины. Но точно, что он находился где-то на первом этаже в этом же здании. Была у него мастерская. Это подтвердили исследования архивные. И было в честь него. Причем мы получили согласие его наследников на использование имя Шухова в названии этой лаборатории. Все это было придумано автором еще одной магистрской программы, которая тоже полностью на английском языке. это город технологии. City and Technology. Вот вторая часть названия Prototyping Future Cities. Оно вызвано тем, что Институт Каталонии высказался против повтора один в один его учебной программы, поскольку сам Винсент Гуайярд он здесь на фотографии рядом с буквой Б. Мужчина, который во втором ряду стоит это Винсент Гуайярд. Это бывший главный архитектор Барселоны. Соответственно, сейчас он преподает в Каталонском университете. У него там своя программа, которая так и называется City and Technology. И фактически в определенном трансформированном виде он ее перенес в Москву. В этом году прошел первый набор. Программа, надо сказать, дорогая. Она полностью платная. У нас бесплатные образования есть только в той программе, которая управления пространственным развитием и которая на русском языке. Две англоязычные программы полностью платные. Эта программа действительно получилась достаточно дорогой, потому что сам цент дорого нам обходится. Как вы понимаете, он не живет в Москве, он живет у себя в Барселоне и мотается по всему миру. Иногда когда смотришь его график перемещений по миру, он просто завораживает. У него несколько подразделений. Он открыл подобную лабораторию в Китае. Сейчас не помню в каком городе, где-то на юге Китая. И где-то в Майами у него еще одна лаборатория. То есть у нас четвертое всего, то есть у него в Барселоне. И третье вне стен, как бы вне границ Испании. Третье в мире. Иностранец. Третье иностранец. Разброс студентов тоже, которые здесь сейчас учатся по географии достаточно большой. Надо сказать, что вот я упоминал Татарстан и не случайно и на эту программу пошли студенты Татарстана, потому что это политика президента этой республики. Он очень большое внимание уделяет современным урбанистическим тенденциям, развитиям городов. Он понимает прекрасно, что за этим будущее. И президент Татарстана выделил специальный грант. Насколько я помню, пять мест он оплачивает. И соответственно была огромная конкуренция там среди потенциальных студентов из абитуриентов из Татарстана один к четырем конкурсам. Потому что им полностью все оплачивает президентский грант. С Кыргызстаном такая же история. Там есть президентский грант, по которому все это оплачивается. Тем не менее я считаю, что у вас есть шанс попасть в школу урбанистики, если вы к тому будете расположены на русскоязычную программу, на бесплатное образование. Для этого всего лишь навсего из вступительных экзаменов у нас один-единственный даже на русскую программу вам нужно сдать английский язык. Единственный вступительный экзамен высшей школы экономики, он для всей высшей школы экономики единый. Это не к нам высшая школа урбанистики. Для того, чтобы поступить в магистратуру высшей школы экономики, надо сдать один экзамен по английскому языку. Все остальное решается на уровне подачи портфолио. Если нужно после портфолио дополнительное собеседование. И поскольку мы переходим к ответам на вопросы, то если у вас будут по учебе и не только по учебе, я готов по всей тематике ответить, пожалуйста, я в вашем распоряжении готов отвечать на вопросы. Спасибо.